Друзья, всем привет! Пока занимаюсь стройкой дома, начинает зарастать задняя часть участка. По краям разрастается ивняк, и осенью надо с этим что-то делать. Траву понятно, выкосить. Деревья потолще на дрова в мангал. Остальное надо или сжечь, или переработать. И появилась у меня идея приобрести измельчитель. Долго выбирал, так как есть уже опыт и в наличии имелся типичный недорогой измельчитель. Он весь пластиковый, постоянно закусывал ветки, они толком не пролазили в отверстия подачи. И к тому же маленький объем веток приходится перемалывать очень долго. Да и заявленный диаметр веток в 4 см он явно не осиливает. И вот как обычно бывает, когда что-то ищешь, находишь что-то интересное. Вот и я нашел интересный вариант измельчителя. Он полностью металлический, видно что не игрушка. Но подключается он к мотоблоку, которого у меня к сожалению нет. И порывшись еще, увидел у этого производителя точно такой же вариант, только с электромотором. Да, эта модель подороже, чем та, которой нужен мотоблок. Но все равно гораздо дешевле покупки отдельного мотоблока. Плюс за эту цену мы можем купить либо этот полностью металлический, неубиваемый и с мощным 2,2 кВт электромотором измельчитель, который перемалывает ветки до 5 см, или такой же, как был у меня, только может чуть получше. Но все равно медленный и не проглатывает ветки толще 4 см. Поэтому, во время того, как я все это вам рассказывал, одновременно показывал, как собирал тот самый измельчитель, который мне приглянулся. Его производит компания Афи, в моем случае модель Электро. Хочу произвести вместе с вами тестовый запуск и сделать немного щепы для посыпки растений. Нашел один интересный способ, как сделать ее разных цветов. Вот и проверим. Как вы видели, сборка осуществляется довольно просто, настроек никаких делать не требуется. Сам измельчитель из-за толстого металла довольно увесистый, около 50 кг. У него имеется мощный 10 мм толщиной маховик с ножами, который будет обладать отличной кинетической энергией. Проверю его работу на вот этой, спиленной еще год назад перед строительством дома дикой яблоней. Она чуть плотнее ивняка и похожа по плотности с березой, которую мне и предстоит измельчать в дальнейшем. Изначально надо попили дерево на приемлемые части и срезать толстые ветки, которые будут мешать. Процесс измельчения идет пугающе быстро. Мелкие ветки он измельчает за мгновение, толстые постепенно в несколько приемов, но все равно очень быстро. Единственный минус, что нет отсека для щепы. Надо придумать какую-то удобную коробочку. В общем, работой этого измельчителя я впечатлен. Давайте теперь применим получившуюся щепу и сделаем декоративную подсыпку. Для этого ее надо покрасить. Продаются специальные колеры, но я попробую народный способ. Смешиваем в ведре в соотношении 1 к 10 клей ПВА и воду и добавляем колер для водоэмульсионной краски. У меня был желтый и черный цвета. Попробую сначала желтый. Добавляю щепу, немного выжидаю и достаю. Затем снова добавляю и так пока не кончится состав в ведре. Также пробую с черным колером. Затем переношу щепу для подсушивания, немного ее расстелив. На следующий день получаем готовую декоративную подсыпку. Желтого колера было достаточно, а черного я бы добавил побольше. Тут надо угадывать экспериментальным путем. Пойду подсыплю кустики, чтобы не зарастали. На мой взгляд, выглядит хорошо. Делается просто, а главное из того, что было. Единственное, я только купил ПВА-клей. Ну а колеры для водоэмульсионной краски стоят тоже довольно недорого. Но опять-таки, можно купить и готовые составы. Там написано, что их литровой банки хватает на 700-1000 литров щепы. Вполне вероятно и явно дешевле покупки готовой окрашенной. Так что, друзья, вот такой аппарат могу смело порекомендовать к приобретению. А как вам такой измельчитель? Пишите об этом в комментариях. А если видео понравилось, то ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. Также, чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь на канал в Телеграм. Сейчас я более активно буду его вести. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok